Что я хотел сказать Я просто-напросто вспомнил Вот мы говорили о том, что хлеб полезен он или нет Конечно, хлеб полезен, на самом деле полезен Но такой хлеб, который пекут сейчас Это просто-напросто, знаете, как бы сказать Подделка Не подделка, а какая-то отрава замедленного действия Все вы видели Покупаем булку хлеба Ну, допустим, дверью московского хлеба Я здесь же живу, жив Одну полку хлеб съели в целлофане, да? Вторая буквально-таки осталась до завтра Ну, максимум, там, послезавтра Смотрим, что там? Там плесень Плесень То есть вот это именно плесень Это говорит о том, что хлебопекарная забота Там они уже вот этим вот грибком плесневым Они уже, знаете, пропитались уже Даже что-то свежее привезешь там Сделаешь И вот это все с воздуха туда попадает Поэтому такой хлеб, естественно, ведет к тому Что со временем Когда человек питается там У него не то, что будет дисбактериоз Бактериоз в кишечнике А у него наступает онкология То есть потихонечку выращивают онкологию Есть мнение И многие поддерживаются этого мнения Что онкология это плесень, это грибок Потому что грибки бывают разные Они бывают, знаете, как плоскоклеточный И рак такой бывает Бывают витерообразный, значит И так бывает И бывает, как грибница Он там растет И поэтому со временем мы едем такой хлеб Понимаете, вот это свой микрофор Мы глушим, глушим, глушим И у нас получается, что Лет через 10-20-30 Мы уже к этому подошли Получаем то, что ели Да И именно вот Вот ту составляющую Которую мы не хотели бы есть Но которая там присутствует Значит, сегодня 3 марта у нас Разбираем Островительные средства И возможность их применения Ответы на вопросы Простые средства очищения Доступны каждому Давайте я еще Начнем как раз Вот Простые средства очищения Доступны каждому Начнем с этого Чтобы я как-то не увлекся Не забыл Значит, смотрите Мы с вами говорили О чистке печени Я вам рассказал Что существуют Разные варианты чисток печени Мягкие, жесткие И так далее И тому подобное Поэтому все зависит И это и у медиков такое есть Они так говорят Больной не выдержал лечения Такая вот страза То есть лечение настолько Значит, мощного действует на ранних Что просто-напросто человек Его жизненная сила То, что осталась жизнь в нем Они просто-напросто не справились Поэтому я Говоря о чистке печени Вот Вам все-таки советую Начинать просто-напросто С приема масла По столовой ложечке Оточком натощак Без всяких этих Мягко, легко Без эксцесса И так далее Потому что я знаю Что та чистка Представьте себе Среди ночи У вас открывается Не среди ночи Ну, где-то примерно В 2-3 часа ночи Должен открыться понос Расслабить Это уже тяжело Это может будет И пот у вас выступать И там такое Ну, то есть Это тяжелая процедура Для организма Так, где-то еще Лет до 40 Я думаю Нормально все это справитесь Справитесь-то и вы Я не сомневаюсь Ну Вот я вас просто-напросто Предупреждаю Что самооздоровление Кстати, как и лечение Вот в лечении Если Пациент Страдается Зарезами на столе За лечением-то Смерть Чего-то, да? Никто ничего не отвечает Да Вот Здесь же, допустим Ага, народная медицина Кто-то там что-то сказал Та-та-та-та-та-та-та-та-та Человек там сделал Что-то такое Вот получил О-о-о Да это вот такое Если какое-то там Неправда И так далее Поэтому я открываю Сразу карту Вот Всем Что? Начните с мягкого А если имеете смелость Ну давайте Берите на себя Здоровье Как я взял И мы говорим И пошел Вот Значит смотрите Что Я вам дальше Советую Из очищения Насчет очищения Так Организма Мы с вами примерно Поговорили Вчера Очень интересная Вещь Наглядная Доступная И Особенно В пожилом возрасте Она работает Лучше всего Сразу знаете Как-то дает Вот Оздоровительный С чем это связано Это связано С тем Что сложно Просто Вот Та среда Организма Между кровью И клеткой Вот эта Лимба Она потихонечку У нас Превращается В своеобразный Такой Студень Студень Даже Понимаете И процессы И процессы Плохо Там накапливаются Различные Вещества И так далее Там Что-то переварилось Что-то Недопереварилось Какие-то Лекарства Зашли Какие-то Лекарства Не вышли Воды Вот И Если можно Там Водички Пожалуйста Вот И все это Начинает Мешать Тормозить Жизнедеятельность Как только Мы с вами Это знаете Особенно Хорошо Иллюстрировать Вот Кинопроектор Что-то там Показывает Экран Четко Работает Как только Здесь появился Дым Там Пленка Хорошо Дает То есть Как бы сказать Эфирное тело Дает Хорошо Все свои Как бы сказать Импульсы Как строится Должно Физическое тело А вот Эта среда Вот эта среда Между тем Что должно Строиться Она вот Это грязная Мы потихонечку Очищаем И все Получается Нормально Так вот смотрите Очистить Можно с помощью Даже того же Самого питания Но Мы сейчас Более Такое Интересное Средство Поговорим И доступное Это Как Сосание Растительного Масла Берется Всего Навсего Чайная Ложка Две Чайные Ложки Любого Растительного Масла Подсолнечного И начинаете Сосать Минут Пятнадцать Интересно А как же Происнет Очищение Вот так Да Как тут Очищение Оказывается Это Интересная Вещь Любой Орган Который Открывается В просвет Это Слюнные Железы Это У нас Желудочно-кишечный Тракт Это Кишки Наши И так далее Они помимо того Что Выделяют соки Они Все выделяют Лишнее И оказывается Если мы Примерно О Спасибо большое Если мы С вами Примерно В течении Пятнадцати Минут Вот так Получим Это Масло То Кру Проходит Практически Всего Организма Через Слюнные Железы И вместе Со Слюнной Она Выбрасывает Вот эти Вот Сышлаки То есть Любой Секрет Это Не то Что Пищеваритель Это Еще Все Лишнее Выбрасывает И в результате Масло Становится Как Молото Цвета Оливковое Нет Да Оливковое Не надо Любое 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 Можно Ну Обычно Что-то Знаете Вот Для Очищения Печени Больше Подходит Оливковое Масло Для Сосания Подходит Больше Подсолнечное Масло Как-то Приятнее Чпак Вот Значит Пятнадцать Минут Где-то Процесс Идет В среднем Он Не Быстрый Пятнадцать Минут Оно Становится Как Молоко Белое Иногда Даже Желтизное Фу Выпинули Это Все И так Каждый День Каждый День Подступая Что Замечают Люди Даже Зрение Которое Плохо Что-то Там Работало Вот Здесь Вот Отсюда Отлично Хорошо Очищаются Вот Эти Немпатические Сосуды У нас Улучшается Зрение Голова И Общее Так Сказать Самочувствие И как Долго Делится Да Зарядили И всю Жизнь Это Продолжается Можете Всю Жизнь Можете Курсами Надоело Бросили Потом Опять Начинать Это Ж Такое Дело Далее Далее Еще Как Сказать Простая Вещь Но Оказалось Необыкновенно Аффективно Я Сам На себе Испытал Значит Я люблю Прочитать Прочитал А там Начинаешь Делать Оказывается Она Либо так Либо не так Либо совсем Другую сторону Это Питье Талой воды То есть Это Грубо говоря Наша Рекомендация Понимаете Вот мы можем Сидеть Буквально Так Ничего Не делать Одну Талую воду Только Пить Ну Примерно Сколько Стакана Три День Запоминаем Талая вода Это Та вода В которой Плавает Кусочек Льда Если Там Написано Что Это Талая Вода Но Ничего Не плавает Она Уже Не обладает Теми Свойствами Которые Должна Обладать Значит Талая Вода По своим Свойствам Она Не только Энергетична Оказывается Как только Начинается Таяние Льдов Где-то Там Возле Полярного Круга Там Размножается Вот этот Планктон Видите То есть Ему надо Эти маленькие Этим Этим Энергии Туда Прозрывают Киты Есть Этот Планктон То есть Это Такая Интересная Вещь Значит Что Она Промывает Вот Все Там Вот Эти Капилляры Промывает Значит Разжижается И Также Дробит Камушки В почках Попили Там Полгудика А лучше Там Больше И Значит Что Происходит Люди Которые Использовали Вот Лично Я Когда Использовал Я Где-то Пил Недели Три У Меня Пошел Песок Из Почки Вот Это В морозилке Нужно Или Прям В воздухе Значит Смотрите Как Делается Талая Вода Мы С вами Берем Воду Ну Вот Желательно Покуп Ну Потому Что Вот Запоминаю Если Если В ней Имеется Хлор Который Убил Бактерии Ну Который Потупок Он То же Самое Особенно Если С клизмами Сделать С Наши Микрохлоры Поэтому Хлора Не должно Быть Ни в коем Случай А как Получить Талую Воду Талую Воду Значит Мы Берем Допустим Вот Это О Она Написана Снежная Да Из Из Не Не Обязательно Мы Взяли Вот Эту Только Пятилитровую И Значит Двухлитровую Примерно Кастрюльку Опа Залили И Эту Двухлитровую Кастрюльку Ставим В морозилку В холодильнике В холодильнике Все Есть На ночь Поставили И Примерно Достаточно Уже Садитесь Садитесь Чтобы Подкрадывайтесь Вот И Значит Достаточно Ночи На 2 литра Воды Если Объем Больше Там Просто Больше И Она У нас Примерно Замерзнет Практически Вся Там Может быть Стакан Не замерзнет И Оказывается В этот Стакан Вот То Что Не замерзла Да Выдавливаются Все Вещества Нужные Которые Ну Там Были Она Она Уже Чистая Вода Может Я Не знаю Что Там Примеси Не Примеси Что Там Может Вся Вот Этот Стакан Выливаете Дальше Выставите Эту Кастрюльку Ну Прямо Сюда Допустим Если Не будем Пить Там В Комнату И Она Начинает Потихонечку Таять Потихонечку Тает Мы Стаканчик Взяли Вобедик Сколько Растаяло Вечерком Еще Там Это Подошло Опять Вобедик Полностью Замерзла И получается Вот Такая Горка А Здесь В центре Этой Горки Она Как Молочко Такое Беленькое Это Говорит Что Тоже Эти Шлаки Она Знаете Когда Замерзает Она Сжимается И Вот Это Все Выдавливает Выдавливает И Выдавливает Вот Буквально Так Концентрирует Вот Этот Пучок Значит Вы Ставите Под Крам Можете Степлой Водой Чтоб Прямо Горочку Вымывает У вас Быстренько Такую Ямочку Там Вы Видите Остался Лед Все Белое Вымылось Все Вы Вытаскиваете Из Струи Водяной Опять Оставляете И Пьют Значит Человек Который Явно Это Все Почувствовал Я Просто Что Касается С Почками У меня Такая Дальше А он Там Пил Хорошо Можете Даже В интернете Посмотреть Николай Друзяк У него Было Маликозное Расширение Вены Вены Прошли То есть Вот То Что Понимаете За грустение С чем Болется Что Тело Ужас И Ничего Не Помогает Раз Вены У меня Прошли Стали Состояние Кожи Улучшилось Потому Что Она Доходит Связочки И все Остальное Улучшилось Здоровье Очень Прибавилось И он Решил Там Что Вообще Уже Сразу На коммерческую Основу Что-то И получается Хороший вопрос Вы задали Почему Допустим Ну Надо Объяснить Короче Можно Действительно Взять Сразу Выпить Это Будет То Что Надо А Если Вы Взяли Принесли Домой Вот Достаточно Примерно Примерно Минут Пятнадцать Двадцать И Вот Эти Вот Свойства Начинают Исчезать Когда Еще Лед Плавает Это Говорит О том Что Свойства Сохранены То есть Вам Нужен Какой-то Показатель По которому Вы Должны Судить Что Она Будет Работать Или Небуд А Снежная Вода Снежная Вода Можно Использовать Но Что Это Снежная Вода Снег Растаял И Все Она Только Сохранила Воду А Вот Того Силы Нет Потому Что Когда Вода Замерзает Она Берет Энерию На Себе Вот Она В чем Делает И Когда Она Тает Она Обладает Помимо Энерии Очень Хорошей Промывающей Способности Чтобы Вы Просто Понимали И Сами Себя Не Обманывали Если Взять Теперь Все Термальные Источники Ключи Там Архейс Боржоми И Не дай бог Там Это Само Чехословацкую Воду Которую Сюда Везут Бутылированную Да Так Вот Буквально Таки Через Так же 10-15 Минут После того Как вода Из Термального Источника Поднялась Сюда Она Рассеивает Свою Лебедь Термальные Источники Очень Вообще Хороши Потому Что Там Используется Еще Энергетика Земли Понимаете Которая Хорошо Влияет На Наши Кости Энергетика Земли А вода Там Теплая Там 60 Радусов 80 Радусов Вот Чуть Она Остыла И все Как только Она Остыла На нормальной Температуре Она Уже Все Рассеяла Поэтому Почему Они Едут И ходят С этими Кружками Черпают И все А то Что Везут Это Уже И Значит Вы Пьете Эту Воду С Желательно По 4 Там День Как это Сомнение После До И Даже Оказывается Что Смотрите Если Небольшое Но Можно Пить Повсиально Вода Но Если У вас Слабое Пищеварение Холодная Вода Его Еще Ухудшает Поэтому Поэтому В этом Случай В этом Случай Ну Пускай Вы Выпили Там На Тощак Там Значит Выпили На А Потом Через Час Полтора Вы Будете Там Кушать Вот Если Вот Эта Бабулька Будет Пить Водичку Талую Я Думаю Что Она Выпрямится Намного Лучше И Этот Сам Костыль Забудет Вот Такая Умеет Что-то Действовать Талая Вода То Где-то 3-4 Стакара В течение Дня Там Получается Что Мы Холодную Пьем Да Получается Что Холодную Получается Что Холодную Да Вот Вот Так Вот Она Интересно Действует Да То Есть Никаких Затрат Вроде Были Но Надо Это Можете Пить Старайтесь Пить Медленно Старайтесь Пить Ее Допустим Чтоб На Дубы Не Попадало Через Трубку Можете Не Обязательно Там Тут Важно Найти Свой Собственный Дозу И Употребление Так Чтоб Она Там Потому Что Холода Зубы Там Стар Через Трубочку Потихонечку Раз 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 Ну Поймете Вот я Когда Голазал Знаете У нее Из Всех Воды Которую Хотелось Мне Было Всего Приятнее Пить Тау И Более Лед Жевать Плавает Лед И Раз Пожевал Если Держать ее Воду Для Согреть Она Уже Поделяется Не 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 Главное Что Она В Рот Попала А В Тау Неважно Согрелась Не Согрелась Ну Даже Знаете Что Вы Попробуйте Попробуйте Действительно Ничего Там Не Сказано Я Впил Холодную Воду Возможно Возможно Тау Воду Если Вы Быстренько Подогрейте Подогрейте Воду И Сразу Выпейте Возможно Там Еще Все Эти Вещи Полезные Сохранятся Можно И так Попробовать Скажите Пожалуйста Здесь Под краном Налить Скипятить Вот Эту Воду Можно Заморозить Или Нет Можно Под краном Если Нет Никакой Воды Вы Берете Что У вас Не хлорирует Хлорирует Хорошо Вы Берете Хлорируемую Вот Эту Спод Прага Ну Нет Негде Что Делать Значит Ставить Ее На Ночь В открытой Кастрюле Чтобы Поверхность Большая Она Через Эту поверхность Вот Этот Склон Более Менее Испалится Потом Перекипятили И Дальше Морозилку Исю Да Ну Что Поделать Нормально Так Следующая Интересная Процедура Она Называется Испанский Плащ Я Ее Опробовал Очень Интересно Есть Люди Знаете Ну Еще Сильнее Опробовали Буквально Таким Они Там Живут В Чем Он Заключается Заключается В Следующем Вы Берете 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 Простынь Сначала Смотрите Поступайте Так Кровать У вас На кровать Большую Клеенку На Эту Клеенку Помещаете Мокрую Простынь В холодную Воду Большая Простынь У вас Да Вот Значит Процедура Следующая Вы Ложитесь В эту Простынь В холодную Раз Вас Это Укутывает По шейку Или Сами Укутываетесь Сверху Опять Что-то Типа Целлофан Чего Чтоб Не намочилось И Сверху Уже Целлофана Так Вы Кладете Два Три А то И больше Теплых Толстых Одеяло Опа Навали Именно Толстых Должно Быть Оно Давить На вас Буквально Где-то Минут Пять Что-то Такое Неприятное Потом Вы Начинаете Это Все Своим Телом Наливать И У вас Начинает Образовываться Такой Парной Эффект И У вас В конце Концов Где-то Минут Через Пятнадцать Двадцать Пот Пошел И Вместе С этим Потом Начинает Пор Открываться Выходить Тоже Различные Шлаки Более того Выходим Даже Поразит Пошла Одна Вещь А женщина Открывалась Вот Раст И Все Это У вас Начинает Работать То Есть Вы Начинаете Очищаться Без Всякой Подной Можно Конечно В барбол Уходить Можно Кедровую Бочку За Подную Надо Платить А Тут Нежно Было Желание Процедуру Отрабатывайте Допустим Скатали Сразу Эти Три Одеяла Толстые Как Если Нет Одеяла Толстого Можно Не матрас Одеяло А потом Матрас Главное Чтобы Придавило И Нигде Не было Знаете Ни в ногах Ни вентиляции Чтобы Опа Вот Тяжелый Только Раз Придавило У вас Пар Пойдет Прогрев Пойдет Подтение Пойдет И вы Отлично Рашлаку Королезом Так Сделайте Там Допустим Через День Несколько Таких Процедур Допустим Пять Десять Отлично Будут себя Чувствовать То есть Просто Легко Бронхит Бронхит Отлично Будет Все Это Делать А Сколько Лежать Вот В этом Жаре Значит Где-то Где-то Надо Понижать Примерно А А Дальше Там же Процесс Пошел Сначала Холод Потом Тепло Потом Потени Потом Чувствуйте Закончилось Вот Это Где-то Около 40 минут Все Это Происходит И Все Закончились Значит Душек Вытерлись И так Далее И Но Желательно Потом Это На следующий Акс Другую Простынь Эту Постирать Там Всякая Гра Выделяется У каждого По-всякому Душек Не надо Получается Нет Душек После Принять Душек После Принять И постарайтесь На Какие Сквозняки Не выходить Чтобы у вас Такого Не было Потому что Поры Открыты Как только Поры Открываются Туда Могут Заходить Жар Холод Сухо Все Такое И потом Возникать Проблемы А в какое Время Можно Это Делать В любое В любое Время А особенно Вот сейчас Наиболее Такое Благоприятное Время Перед Весной Вот Весна Такая Сама Природа Как это Начинает Она И очищаться Видите Можно так Сразить Очищение Природы Это Своего рода Когда идет Тайный Снег Когда идет Разгиб Время И вы Тоже В это Время Начинаете Сморомизм Время Вот я Хотел Вот это Сказать Пока Я Не Забыл Да Простые Вещи Сосание Масла Можно Сосать Можно Что там Дальше У нас Идет Пить Моду Тал Можно Да Только Делай Так Пить И Все Можете Даже Знаете В термосе Носить Туда Лед Бросили На реле И с термосом Пошли Куда-то Там Вытик Вот И Наконец Так Испанский Плащ Называется Левокрый Плащ Ну Он Конечно Немножко Посложнее Но Зато Отлично Действует И При Желании Я Просто Знаете Вот Когда Что-то Новое Начинаю Делать Не Несложно Вначале Как Это Технология Своя Как Только Наразнулась С пророщей Пшеницы Там Еще Все Уже Остальное Не имеет Значения Только Регулярность Раз Так У вас Уже Лежит Скатанный Матрас У вас Лежит Клеенка У вас Только Простыни Окунули Разложили Обнаженным Раз Лили Полностью Себя Хоп Быстро Сверху Этот Самый Целлопат Чтоб не промокла Потом Эту Скатку Только На себя Раз И лежите Можете Музыку Крутить Слушать Она Даже Знаете Настолько Расслабляет Что Вы В дремоту Как Войдете Сделали Да Так У нас Значит Оздоровительные Средства Возможности Применения Значит Оздоровительные Средства И возможности Применения Ну Вот Немножко Поговорим О питании Тело Наше В основном Физическое Оно Строится С Пищей Поэтому Что касается Качества Пищи Конечно Надо Давать Большое Внимание И здесь И здесь Знаете Что еще Исходя Из всего Получается Очень интересная Картина Оказывается Животные Они Приспособились К питанию Различной Пищи И В соответствии С этим У них Приспособились Их непищеварительные Системы И Системы Первых Говорят А Вегетарианцы Мы будем Коровы Имеют О Такой Вот Желудочно-кишечный Травм Желудка Там Два Три Еще Вдобавок Понимаете Вот Хищники Они питаются Мясом То есть Для того Чтобы переварить Траву Я так кратко скажу Что происходит Когда переваривается Трава Значит Она Сначала Попадает В один Там Желудок И Ее Там Это Само Обрабатывают Потом Она Может Отлигаться Отсюда Еще Там Пережевываться Потом Она Попадает Во второй Там Желудок Вот Потом Наконец-таки Попадает В кишечник Кишечник И Животные Травоядные Оказывается Интересно Они питаются Не травой А им Трава Нужна Для того Чтобы На этой Траве Как на Субстрате Разможалась Микрофлора Которую Они Потребляют Поэтому Вроде бы Они мясо Не едят А вот такие Вот здоровые Что они делают Они делают Выращивают Внутри себя Полноценный Белок Который Им Нужен Нефика То есть Микробы Поели Эту всю Там Траву Более Менее Значит Размножились Грубо говоря В мясо Корова Съела Это мясо И все Хищники Им не надо У них уже готово Мясо Им ничего Не надо Выращивать У них Пищеварительная Система Короткая Потому что Если мясо Где-то там Останется И так далее Она Просто-напросто Начнет Там Забевать И так далее Там Потом То есть Она должна Быстренько Раз Они Засали Интересно Питаются Пауки Пауки Значит В ножку Впрыскивает Вроде как Свой яд И По действию Вот этого яда Внутренности Нюшки Там Безличка Или еще Кого-то Они Значит Полностью Перевариваются Оказывается А за счет Чего Перевариваются Ученые Обнаружили Значит Смотрите Оказывается Клетка Внутри клетки Имеются Маленькие Такие Ферменты С помощью Катар Ну В таких Как бы сказать Капсула Внутри которых Идет Клеточное Пищеварение За счет Этих Капсул Вымариваются Они Раз Перемьят НКО И все Переваривают То есть Как бы сказать Надо Продолжим Словно Сюда Переваривают Так вот Смотрите Что получается Когда Там Паук Когда Удав Что он делает Он Значит Просто Проглатив Жертву Если Удав Он Проглатил Всю Сру Целиком На Пектак Выделяется Соляная Кислота Которая Разрушает Мембранки Вот этих Вот Образований В которых Находятся Ферменты Ферменты Выходят И Под действием Собственных Ферментов Все Переваривается Вплоть до того Что Кости Рассасываются Вы Видели Они Все С Костями И Им Вареная Пища Не идет Они Не могут Переварить Потому Что Тогда Ферменты Свернулись Они Не работают Она Для них Не Подходит Они Только Вот Так Вот Настроены У нас Это Тоже Немножечко Есть Этот Механизм Вот А у Человека Если Взять Он Где-то Какой-то Такой Средний Больше Приспособен Для Овощей Фруктов И Немножко Для Сладного Но Вот Интересная Такая Веча Вот Пища Еще Организм Залим Пищей Он Не Просто Ее Съел А С Нее Получается Такой Субстрат Вот Смотрите Берем Кашу Возьмем Мы Съели С Вами Кашу Каша Расщепляется На Углеводы А Углеводы Состоят Из Углекислого Газа И Воды И В итоге Смотрите Что Получается Ну Какая-то Естественно Клетчатка Есть И так Далее Углекислый Газ Выделяется С воздухом Вода Выделяется С почками Углеводы То есть Оказывается Каши Наиболее Для нашего Организма Приспособлены То есть Они Меньше всего Травмируют И Если Мы Зарядили Эти Самые Есть Ну Мясо Что С мясом Получается А мясо Отщепляется Значит Там Голеводистая Часть Отщепляется Белковая Часть Белка Мы Не можем Сколько Много Усвоить И В итоге Мы Должны Его Выводить Поэтому Нагрузка На Кочки А если Не Выводится Полноценно Они В виде Кристаллов Начинают Оседать Перевышать Наши Ноги И Возникает Кристаллы Кислоты Оседают Мочевой Возникает Подага Вот Такое Явление То есть Перебор С Белками Естественно Конечно И мясо Надо И это А если Овощи Есть Понимаете А там Мало Углеводов Как-то Нам Не Хватает Понимаете Сколько Там Надо Сесть Вот Такого Живота У нас Вот Это Микрофлора Не так Работает Как Хотелось Ну Как У Живаших Животных Мы Не Приспособлены Поэтому Оказывается Основная Пища Где Это Будут Каши Плюс Овощи Мясца Вот Такой Немножечко Там Рыбкий Вот И все Туда Нормально А Молочное Молочное Тоже Значит Можно Использовать Ну Смотрите Что С Молочным Происходит Как Правило Мы С Вами Не Используем Молочное От Людин То Есть Грудного Вскармин Закончилось И Все И Женщины Дальше Не Даяться Да Но Зато Даяться Королы А Что Происходится Вот Действительно Почему Как бы Сказать Вот Можно Действительно Питаться Молоком И Более-менее Еще Нормально Будет Но Все-таки Как-то Оно Вредит За счет Чего-то А Вредит Оно За счет Того Что Смотрите Что Там Получается Состав Молока Молока Один Состав Молока Коровы Несколько Иной Почему Потому Что У коровы Есть Как Это Рара Шерсть У нас Этого Нет То Это Особый Белок Козеина Избыток Этого Козеина Из Козеина Делали Ракшакирей Сейчас Уже Это Козеина Если В избытке Поступает Он Начинает Своё Дело Делать То есть Склеивает Сосуды Где-то Откладывается Поэтому Если Много Пить Допустим По литру Полтора В день То Могут Быть Неприятные Такие Последствия И Скорее Всего Так как Молоко Оно Такой Слизе Образующий Продукт Вот Когда Попьешь Там Саканчика Два Три Сегодня Зарядил Завтра Зарядил После Завтра Зарядил Потом Хоп И чувствуешь Слизь Скопилась То есть Там Много Такой Слизи Которая Предрасполагает Простуда Поэтому Чтобы Не болеть Простудами Надо И Кстати А почему Дети В основном Болеют Простудами Потому Что У них В организме Много Влаги И Если Еще Добавляются Молочные Продукты Переизбыток Влаги И Если Еще Такой Вот Помода Как Сейчас Сырая Холодная Это Значит Раз Два Три Фактора Слаживаются Вместе И Все Сопли Потихнет Как Только Мы Что Убираем Либо Помоду Грубо говоря Легипет Полетели Либо Молоко Либо Мы Выросли Вот Как Мы Как Тоже Не Так Болеем Простудами Как Раньше Помните Да Раньше Чучом А сейчас Уже Мы Больше Болеем Суставами Есть Фактор Еще Один Еще Один Дефер У Ребенка Поверхность Хожая Процент Отношения Немного Больше Чем У Нас Он Более Чувствительный В Внешней Атмосфере А Мы Беньше Отношения Можно А Вот Если Кисло Молоч Твороги Тоже Такой Сфет Уметь Вот Творог И Если Их Чрезмерно Есть Все Это Будет То Съели Там Допустим Ну С утра Там И Позавтрак Это Все Нормально А Если Вы Там Соредили Еще Вечерком Или Там Вопед И Все Это Все Это Идет К Накоплению Слизи Слиз Вы Можете Обнаружить Следующим Обратим Слизи Встали Утром Значит Язык Выставили Перезеркала Вы Смотрите Если Он Обложен Белым Это Уже У вас Пере Избыток Слизи Какое-то Заболевание В основном Простудного Характера И Кстати Некоторые Говорят Что Плесень Плесень Которая Завелась У нас В организме Вот так Себя Адемонстрируют Через День День Показали А Он Обложенный Белым